Антон Павлович Чехов В школе детского центра в день 160-летия драматурга организовали интерактивную познавательную выставку «10 неизвестных фактов о Чехове». Учителя русского языка и литературы рассказывают интересные биографические отрывки из жизни Антона Павловича. Одна из фраз толстого, что Чехов – это наш Пушкин в литературе. Поэтому нельзя объять необъятные и большая-большая выставка, более 40 книг, наверное, открыток, иллюстрации советских художников, которые посвящены рассказам. Кроме того, на школьных переменках «Орлята» смотрят и обсуждают короткие видеофильмы о русском классике. А на уроках русского языка и литературы дети читают вслух короткие рассказы Чехова. Произведения Антона Павловича учат добру, жизни, справедливости и ответственности. Они находят отклик даже в самых юных читателях. Я люблю его. Я очень горжусь, что у нас есть такие хорошие писатели и что именно наши русские писатели знамениты на весь мир. Человек, который совершил революцию в мировом искусстве. Жизнь великого писателя была насыщенной, но короткой. Из-за тяжелой болезни он покинул мир в 44 года. Биографию Чехова, особенности его характера, воспоминания современников и авторский почерк «Орлята» вместе с режиссером центра Николаем Зинцовым обсуждают на творческом вечере «Тонкий знаток души человеческой». Также мальчишки и девчонки смотрят отрывки из спектаклей и фильмов по произведениям Антона Павловича из Чехова. Я узнала, как звали поклонниц Чехова, какие у него были пьесы. Их было всего две. Те отрывки не очень интересны. И то, что Антон Павлович не хотел сначала давать, чтобы эту пьесу поставили в кайде. А это же он сказал, что в писательстве самое сложное это вычеркивать. И это же опять-таки ему принадлежит эта фраза, которая стала крылатой. Кратко, сестра талантов. Понимаете? Я еще раз говорю, если повезет, то ты будешь его читать всю жизнь. Это если повезет. Мне повезло, я читаю всю жизнь. Антон Чехов один из немногих русских авторов, которого удостоили звания классик мировой литературы. И по сей день в России, Европе, Америке изучают его повести, рассказы и комедии. Смотрят кино по его произведениям и театральные постановки на десятках языков. Чехов оставил огромное наследие, которое вызывает гордость за отечественную литературу. Игорь Хворостянов, Алексей Кузьмин, Аркадий Коваленко, телеканал Орленок ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова